В жилом комплексе Малая Павлина снова ЧП. Отключение электричества повлекло за собой множество других проблем. Так, жители страдают не только без света, но и без тепла, а также от проблем с канализацией. Временные источники питания тоже оказались ненадежными. Даниил Михайлов продолжит тему. В Малом Павлино неприятности сменяются одна за другой. Но в этот раз на жителей свалилось все сразу. Вышел из строя единственный источник питания, из-за чего отключилось электричество. Если нет электричества, то и кушать нечего, и чай скипятить мы не можем. Ну, соответственно, свечка на случай, если вдруг экстренно отключает свет. У меня ребенок, я инвалид. И вот куда хотите, туда бегите. Нам пойти некуда. Сбои в электроснабжении в Малом Павлино влекут за собой множество других критических проблем. С электричеством оно завязано все. И отопление, горячая вода, насосная станция канализации. Электроплиты. Электроплиты, да. У нас все на электричестве. Мало того, что нет тепла и света, с канализацией тоже проблема. Она постоянно засоряется. В подвалах стоит вода. Квартиры первого этажа атакуют грибок и плесень. В подъездах сырость и зловоние. Вонь зловонная. Это дышать невозможно. Мы забегаем в подъезд с пулей до своей квартиры, как бы не промахнуться. Живем мы на первом этаже, и у нас плесень, ну, без конца на стенах идет. Писала я письма в ГЖИ, в Роспотребнадзор. Приезжали люди, измеряли влажность. Влажность была мега завышенная. Я меняла обои уже два раза. Как мне дальше жить, я не знаю. Вот этим вот самым всем я дышу вместе с ребенком. Какие болезни у нас будут, непонятно. Люди жалуются, что нечистоты вытекают прямо во двор, в ливневку. А значит, и в реку Пихорка. Периодически проезжает осенизатор и откачивает сточные воды. А проблемы с электричеством временно решает генератор, который то и дело ломается и отключается. Хотелось бы попросить вышестоящих чиновников, чтобы нам все-таки обратили внимание на эту проблему и сделали нам вторую категорию надежности электроснабжения. Очень надеемся, что нас услышат и решат наши проблемы. Электричество в Малом Павлино все еще работает с перебоями. Между тем, вопрос находится на особом контроле в администрации. В ближайшее время планируется большая встреча с жителями для решения наболевших вопросов. Даниил Михайлов, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.